Капитальный ремонт моста через Хаджибельский лиман продолжается. Проехать по его левой части можно будет уже в апреле. Об этом сообщил глава Украфтодора Александр Кубраков, который приехал инспектировать инфраструктурные проекты. Сейчас заканчивается бетонирование монолитной плиты по всей части моста. Как только обустроят гидроизоляцию и поселят асфальт, мост можно будет полностью открыть для транспорта. Нарешті в 2021 році цей місць буде добудований полностью. Как мы и обещали, минулого года мы были здесь с президентом Украины, мы обещали, что до туристического сезона, до травня, то этот міст будет завершен. Мы обуцянки выполнимо, завершены все работы, связанные с бетонированием. Как только пройдет дощ и установится нормальная погода, будет установлена гидроизоляция, будет нанесено дорожное покрытие, разметка, вы видите, за нами развантаживают перила, то есть все, мы уже на завершенном этапе. Работа на самой переправе уже близится к финалу. Но вот под мостом строительство будет продолжаться еще несколько месяцев. Поэтому финальную стоимость строения пока не называют. Но дорожники уверяют, что им все же удалось сэкономить. Сейчас очень важно пустить рух автомобильным мостом. Это будет сделано в квотне. А какие вопросы о ремонте прогоновых строительства под мостом, то есть те, что уже не будут видеть. Сейчас мы стоим на мосте, но под мостом работают люди. И эти работы будут завершенными уже. И после этого будет уже фактически визначена и вартисть робот. Но я сразу скажу, что там есть экономия, около 100 миллионов, окременно детально можно будет про это сказать уже после принятия работ. Отмечу, что мост через Хаджибейский лиман построили еще в 1997 году. Но в 2007 его решили расширить. Однако из-за отсутствия финансирования проект так и не удалось реализовать. Спустя 10 лет дорожники разработали новый проект капремонта. И в 2019 году начались работы. Не остался без внимания и еще один долгострой. Мост через Сухой лиман. В госагентстве говорят, что этот объект – это наглядный пример того, как «Автодор» забирает долгострой у местной власти и доделывает их самостоятельно. Но за это время успели сделать только опоры, которые простояли без дела почти пять лет. И только смена баланса содержателя дала шанс на светлое будущее. В службе областных автомобильных дорог отметили, что по этому пути часто проезжают грузовики в Черноморский порт. Поэтому еще при проектировании предусмотрели момент быстрого износа строения. На сегодняшний день самая понтонная переправа не рассчитана для того, чтобы можно было рухать с великовонтажным транспортом. Проте мы видим, что это нехтуется таки правила. Сьогодні, конечно, мостовая переправа, мостовый переход через Сухой лиман будет рассчитан на рух великовонтажного транспорта. И, больше того, это автомобильная дорога международного значения М27, которая и будет съединена наконец этим мостовым переходом. Кроме этого, дорожники анонсировали перекрытие дороги Одесса-Черноморск на один-два месяца. В это время новый мост будут соединять с трассой и стелить асфальт. Схема объезда уже разрабатывается. Также на окраине Одессы стартовали работы масштабного дорожного строительства объездной дороги Одесского морского порта через Хаджибийскую дамбу. Она должна открыть большегрузом путь к порту мимо населенных пунктов. Специалисты говорят, что этот проект объединяет в себе сразу четыре объекта. Чем интересен этот объект дорога до Одесского порта? Потому что он, по-первых, включает в себя четыре отдельных объекта, таких как строительство демпферного майданчика для везти в больше 300 великовонтажных транспортных, что включает в себя также такую сервисную зону. Далее будем иметь уважение в грузе, которое будут уваживать великоваговики без втручения людского фактора. Далее мы движемся до расширения автомобильной дороги до шести смуг, где будет именно размещаться контрольно-пропускный пункт и строительство эстакады, что подъедуется до существующей эстакады в обход евротерминала. Ради новой дороги в порт дорожники готовы потратить 2 миллиарда гривен. Вместе с этим для строительства новой эстакады в районе порта службе автодорог предстоит решить земельный вопрос, а именно купить территорию, где стоят два жилых дома. На реализацию столь масштабного проекта понадобится около двух лет. Игорь Исайко, Константин Нищерет, телеканал Репортер.